Приветствую зрителей Политэка Ньюс, я Екатерина Шумила, мой гость сегодня Юрий Атаманюк, экономист. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте. Вчера стало известно о том, что Алексей Навальный попал в реанимацию, ему плохо, неизвестно то ли он сам отравился, то ли его отравили, но здесь вопрос, как должна и должна ли на это реагировать украинская власть? Ну, пожелаем выздоровления ему чисто по-человечески, конечно. Да, должна власть реагировать, потому что умные люди учатся на чужих ошибках, они ждут своих. Мы подходим к выборам и мы видим уже, что эти выборы будут очень жесткие и бескомпромиссные. Происходят теракты, теракты возле политических партий, была там брошенная граната в Полтаве, я не буду специально называть никакие политические партии, чтобы это не выглядело как реклама. Был факт установления у Центрального офиса в Киеве взрывного устройства, был факт избиения массового поклонника одного из известного блогера, который тоже с политическими амбициями партии и его фамилии. Вот, поэтому в таких случаях, если происходят какие-то ситуации в отношении безопасности конкретных лиц, это вызывает общественный резонанс, это ставит под вопрос вообще основы государственности. У нас с этим очень плохо, у нас с этим плохо, потому что у нас нету недорасследовано ни одно дело никакого журналиста, у нас нету расследования дела общественных активистов, у нас не расследованы дела певца, которого... То есть вот очень много вопросов у нас на повестке дня открыты, и в связи с этим любое, если возникнет еще какое-то вот такое трагедия, это будет воспринято и обществом, и всем миром, что здесь полный хаос, здесь полная преступность, и здесь отсутствие вообще каких-либо демократических, государственных институтов нормальных. Поэтому, конечно, тут надо собрать Совет национальной безопасности и обороны, тут нужно продумать по поводу каких-то примитивных мероприятий, вплоть до того, что лидерам политических партий, которые сегодня представлены в парламенте, которые имеют большой процент доверия населения, которые, возможно, попадут в парламент по поводу предоставления им государственной охраны, по поводу проведения каких-либо превентивных мероприятий по согласованию с ними на отслеживание процессов, что, может быть, где-то следят, где-то снимают информацию, где-то каким-то образом что-либо готовится. Тут должны работать профессионально оперативные службы, и, знаете, оперативные службы эффективны не тогда, когда они что-то расследуют, а когда они добиваются того, что это не происходит. Вот у нас теракты все, которые прошли в Украине, слава богу, без жертв, но их было очень много, а теория вероятности говорит о том, что если что, следующие могут быть уже жертвами. Поэтому службы на месте, когда эти теракты не происходят, а не тогда, когда службы их хорошо локализируют, и потом мы читаем новый теракт, новый теракт, новые заложники, новые заложники. Поэтому вот тут серьезная работа должна быть проведена в этом плане. Если мы говорим про Навального, какая должна быть реакция Украины? Это какое-то дипломатическое заявление, что там мы обеспокоим? Я сейчас вам сказал о реакции, которая должна быть внутри страны, потому что у нас же есть как бы свои Навальные, которые оппозиционеры. А что касается нашей дипломатической, я бы на месте дипломатов, которые несут ответственность за внешние взаимоотношения, я бы прежде всего поддержал бы семью, высказал бы поддержку, предложил возможную помощь нашей медицины, организационную. Они могут соглашаться, могут не соглашаться. Это нормальная гуманитарная позиция любого цивилизованного общества. И высказал бы пожелания в быстром, эффективном, беспристрастном расследовании уголовного дела с этим связанного. Без каких-либо политических подтекстов, чтобы не влазить в внутрипартийную и в какие-то дополнительный конфликт дипломатический и внутригосударственный другой страны, с которым у нас и так еще сложные отношения. То есть не превращать этот факт в усложнение наших взаимоотношений, тем более, которые очень зыбкие и которые спасибо, это реально искренне спасибо президенту Зеленскому, что он добился после телефонного разговора с Путиным, что у нас на сегодняшний день уже там много дней перемирия и не умирают наши люди в зоне юго-восточного конфликта. Поэтому это очень важно. Это еще раз действительно огромная заслуга президента. Лишний раз подсказывает много раз, когда я говорил, что нам не нужны посредники, которые исключительно решают свои интересы. Я очень скептически к этим нормандским, берлинским встречам и форматам, после которых рассказывают о каких-то типа санкциях и наших поддержках, но достраивают северный поток против экономических интересов Украины. Поэтому мы можем много об этом говорить, но прямые отношения показывают результат. Вот в этом направлении надо двигаться. Юрий, спасибо большое. Юрий Атаманюк был на Политека Ньюс. Спасибо, что смотрели нас и не забывайте подписаться на наш YouTube-канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok